Дорогие мои, привет! Буквально пару слов хочу сказать, что происходит у меня и какие планы у проекта. Я немножко уже обрела такую устойчивость. Не могу сказать, что я привыкла к тому, что происходит в Украине, но я, по крайней мере, понимаю, как в этом выживать. Вот я нашла какое-то свое место во всем происходящем. Мы с мужем стараемся собирать деньги, передавать прямо волонтерам, которые нуждаются в помощи, которые помогают людям. С этой недели у меня стартовал тренинг по детской травме, который мы планировали и готовили еще до войны. И мы будем учиться. Я верю, что та работа по воспитанию детей, которую я делаю, она важна даже сейчас во время войны. Поэтому я буду запускать проекты. Я буду максимально приглашать украинцев, которые могут хоть как-то участвовать. Они будут участвовать бесплатно в моих проектах. А те, кто находится в Европе, в Америке, ребята, если вы можете финансово поддержать мой проект, участвуя в моих семинарах и тренингах, это будет огромная поддержка и для меня, и для украинских семей, которые я поддерживаю. Вот, поэтому ждите запусков. Будут и подростки, будут и алгоритмы, будет и воспитание и бесстрадание, и тренинг по травме детское тоже будем повторять. Дети с нами остаются. Мы должны о них заботиться, мы должны им помогать, мы должны поддерживать себя. Вот, безусловно, сейчас я собираю информацию, пытаюсь разобраться, как работать с шоковой травмой и с тем, что происходит в Украине. Дорогие мои, да, мы сейчас все травмируемся, даже те, кто на расстоянии наблюдает за войной, мы все получаем травму, но мы с ней справимся, я вам обещаю. У нас есть ресурсы, у нас есть знания, понимание того, как работает психика человека, поэтому мы с этим справимся. Сейчас надо выстоять, сейчас надо дождаться конца войны, надо победить, и потом мы вернем нашу психу в нормальное состояние. И станем даже лучше, крепче и сильнее, чем мы были до этого. До встречи здесь, в Инстаграме, в проектах. Вот, желаю всем здоровья, сил и мира.